Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Продолжаю начитывать книгу, которую мне подарили во славу Божию, которая, радуюсь, «Библейский свет» называется. И «Жемчужины русской поэзии». Хорошая книга такая, красочно сделана, тут позолочено у нее. Все, вот такая вот, тут вот есть тема закладочки. Это уже второй ролик. Называется «Сихотворение Ева» из Виктора Гюго. Еще безгрешна она, и перед лицом небес стоит ногая, стыда в душе не ощущая, и светлоокая, как Божий день ясна. Любуется она зарею, своей небесной сестрою. О, женщина, небесный прах! О, дива и венец творения! О, ты, великого воятеля в руках, тончайшей жизнью проникнутное брение! Скудельничий покров, из квоего душа, как будто светится и льется. Святая красота, к которой сердце рвется, к которой льнут уста. Стремится к твоему таинственному ложу, а чистая в душе слышна еще любовь. Берет сомнение, уж ни одно или то же, что сердце страсть, что жар палящий кровь. И веришь, красоту в объятиях сжимая, что тут и Божеству есть так же дань святая. Зрит первозданная жена, мир дивный перед собою. Довольный взор она кругом повсюду обращает. Идет по мураве, под тенью пальм блуждает. Цветы над ней вокруг вдали, и злые перед ней гвоздики преклонились. Пивони припали до земли, фиоли в листьях притаились. В раздумье фомусы стоят. Родендорны поникнули главами. Льют лилии навстречу аромат. И чуть раскрытыми устами пригнулись розы к ней, стопы ее лобзать. Как будто бы из жизни сей чудесной из этих милых солнца чад цвет лучший всех расцвел вдруг женщины прелестной. Следующее стихотворение Адамово ребро Семен Фрук На ветке пергамент красивой и нежной рукой указуя мудрому рови седому и бледному старцу со смехом задорным промолвила патрицианка. Как поступил бы зевец громадзержец, не знаю, но рови, ведь это не в честь и хвалу Саофу, Богу, сездителю мира, владыке вселенной, как татью ночному похитит у смертного часть его тела, им же владыкой из праха рожденную плоть и к тому же успящего, рови, успящего. Рови взглянул на прекрасную дочь всепобедного Рима. «Однажды», — сказал он, «под кровь мой убогий, порою полночной, хищник проник и похитил мой старый железный светильник, а вместо него мне оставил злодей золотую лампаду тонкой работы, но рови, тончайшей работы со множеством крупных блестящих алмазов». «О, рови! Рови!» — воскликнула римлянка. «Хищник!» — сказал ты. «Какой же! Какой же он хищник! Взамену лампадки железной!» И не окончила. Мигом горячей, стыдливой краской зародилась светущая личика римлянки юной. И улыбаясь, и взглядом веселым, и ясным любуясь, румянцем смущения, на светлых чертах красоты покоренной. Рови склонился главою своей белокудрой, с любовью целуя священные строки заветного свитка. Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш! Слава тебе! И вот здесь вот есть Густаво Даре рисунок. Вот его. Тут вот внизу надпись есть. «Сотворение Евы» называется. И написано, «Бытие», глава 2, стих 21. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и создал Господь Бог из зеребра взятого человека жену, и привил ее к человеку». Аминь. Слава тебе, Боже наш! Слава тебе! Аллилуйя! 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 Продолжение следует...